Мы практически прошли Впереди Рыбинское водохранилище Сейчас вы можете наблюдать Огромную акваторию Которая нас окружает Впереди Рыбинск Примерно через пару часов Мы уже около 9-10 часов в пути Вышли из Череповца Были высокие волны Не сказать, что был шторм Но они достигали до 1 метра И это было первое наше Ну такое Крещение Кого-то накрыло Кого-то накрыло сегодня А тебя и Ваня Ну таблеточки приняли и все хорошо Нет, нет А, волной обрызгало имеете ввиду Ну это да Вот Меня почему-то На меня волна Не тошнотворное влияние А укачивающее Усыпляющее Я просто И заснул Мы все проснулись И все И нормальная вода Кроме наших капитанов Которые вели судно Которые за все отвечают Я все-таки в этом путешествии Отвечаю за балласт Моя главная задача Это не мешаться По-моему И иногда готовить еду Вот Что? Наслаждайтесь видами Рыбинского водохранилища Впереди Волга Пешком по республике Позади Позади остается Рыбинское водохранилище И вот здесь уже начинается река Волга Мы уже вступили в ее воды Дельта реки Впереди Нас ждет Шлюзы Далее Город Рыбинск И спокойно Идем по Волге В сторону Ярославля Ярославля Все разбегаемся Произойдет смена состава И наше путешествие Вот с этими ребятами На этом закончится По крайней мере Это путешествие В дальнейшем Мало Что нас ждет Возможно мы еще раз встретимся Еще куда-нибудь Отправимся Но Впереди Нас ждет еще Несколько дней путешествия Это значит Нельзя унывать И нельзя Расслабляться Расслабляться Сосед Расслабляться Расслабляться Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пройдемся, расскажу, покажу... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мост классный... Девчонки... Продолжение следует... И... Продолжение следует... 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 Но наверняка человек, который впервые попадает в Рыбинск, тем более вот на такую набережную, он понимает, что это, конечно, уже не Череповец и не тем более Петрозаводск. Тут прям как-то теплее, атмосфернее и гораздо, честно говоря, без обид жителям тех городов приятнее гулять, несмотря на то, что погода сегодня тоже не самая ice-ice baby, как говорится. Но вот там еще другая часть города есть, о, туристическая карта, туристическая карта Рыбинска, хотя нам, помню, на учебе говорили, что нет такого слова туристическая, есть туристская, вот, но я не претендую на звание. Как моя мама говорит, моритцам 50% скидка, вот, мы стараемся так, как можем, чтобы говорить по-русски. Вот она карта. Вам это ничего не даст. О, прикольный лайфхак, вот все достопримечательности, застопьте. Вот он весь Рыбинск в этом. Памятников уйма. Вот Ленин в кепке. Смотрите, и памятник-то, как бы, не то чтобы уйма, но их много. Вот Волга-мать вчера я вам показывал, когда мы подходили к шлюзам, к шлюзам. Вот, тоже такая женщина, символизирующая мать Волгу. О, часовинка какая-то. Или вдоль набережной пойдем. Чего молчите, говорите, я ведь тоже здесь первый раз. О, сейчас покажу, смотрите-ка, какой памятник. Крутой. Вот он, металлические рыбы. Но это еще не все, смотрите. Волна пошла, 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 пошла. И бух. Классно, да? Вот это я понимаю искусство. Памятник поэту Пашанину. Прямо на набережной. Симпатично. Наверное, здесь поэт вдохновлялся. На берегах у истоков реки Волга. Сегодня воскресенье. Люди отдыхают. Люди получают эстетическое наслаждение, наблюдая вид с набережной. И я тоже, честно говоря, так, нет-нет, да, подкайфовываю. Здесь так приятно. Здесь так красиво, а я перестаю дышать. Да. Класс. Я не знаю, как называются жители Рыбинска. Ну, Рыбинск, не буду гадать сейчас, вот. Но вам всем, кто живет в Рыбинске, огромный респект. И такие лучи добра. Молодцы. У вас на набережной все клево. На набережной все клево. Да, есть такие недочеты. Но это все потому, что транзит здесь огромный. Туристы ходят. Вода влияет на некоторые коррозионные процессы. Но в целом круто. Чисто. Я не наблюдаю мусора. Нет, наблюдаю, но немножко. А в целом все клево. Мне кажется, я достаточно далеко отошел от того моста. Только потому, что вдалеке я приметил стеллу, которую хочу сам посмотреть и вам показать. У меня, как у Уилла Тернера из «Пиратов Карибского моря». Помните, у него был всего один день в несколько лет, в который он мог вступить на землю. Вот. Мне дали ровно час. Ровно час и обратно на корабль. Успеем. Дворец спорта «Полет». И афиша «ДДТ». Помните, в Сернуре я с чего начинал «ДДТ»? Вот такие здесь. Завершаем фортом боевым трудовым подвигом. Боевым трудовым подвигом «Рыбинцы». Вот как называются жители города Рыбинцы. Рыбинцы. Видно вам? Нет что-нибудь? Я тут нашел еще один сквер, как раз аккуратно от стеллы. Хотел уже возвращаться назад, но смотрите, он какой прикольный, симпатичный. Вот такое еще сегодня утро воскресное. Абсолютная тишина. Людей не так много. Изредка кто-то ругается. Много детей. И впечатление производит все очень даже приятное. Вот такой, смотрите, классный сквер. Круто. Я вновь ловлю себя на мысли, что мне нравится. Мне нравится ходить по неизвестным для меня местам, в том числе и городским. И удивляться, как люди живут. Так вот живут и круто. Круто. Все чисто, ярко, приятно. То есть город не вызывает ощущения быстрее с него свалить. Хочется погулять. Хочется посмотреть. Интересно. Рыбинцы. Рыбинцы, значит, да? Неплохо. В конце сквера находится памятник Дерунову Павлу Федоровичу. Он стоит. Вы посмотрите, какая красота. Рыбинский авиационный техникум и фонтаны. Ой, это же вообще прелесть. Рыбинский авиационный техникум. в Рыбинске, Рыбинске, так что неплохо, сейчас пройдем не по набережной, вглубь немножко, я зашел и пойдем по этим улицам, посмотрим что здесь, с Новым Годом братцы, канун Нового Года, здесь в Рыбинске очень жарко, здесь уже народу больше, ну что вам сказать, такой, по крайней мере вдоль набережной, 14.07 какой-то концерт в честь памяти Михаила Юрьевича Горшенева из группы Король и Шут, пять лет со дня его кончины, в июле будет, а уже июль да, скоро будет значит, 19 по-моему или 13, ну ладно, жизнь продолжается, смотрите, какие все такие домики, в спальных районах наверное там большие серые дома, но здесь где-то в районе центра все ярко, красиво стоят соборы, там ход какой-то, крестный, крестный ход идет пора возвращаться домой, я купил знаменитую Рыбинскую шаурму, но может быть она не такая знаменитая как Ишкаролинская, точнее она также такая же знаменитая как и Ишкаролинская шаурма для рыбинцев, вот, ну что, что сказать, соленая, лишь бы не заштормила, мы возвращаемся, мы это, я всегда говорю мы почему-то, мы Александра Килбаева возвращаемся на базу, осталось буквально несколько километров и 10 минут, посмотрим, а вы пока посмотрите, а вы пока посмотрите на симпатичный город Рыбинск по-моему это место называется Красная площадь, если я не ошибаюсь, очень уютная, очень прикольная, все сделано по-сторону, но я думаю, что это старое здание, это не, естественно, реставрированные, но старое, вот это очень крутое здание, оно на всех открытках и, как их называют, магнитиках расположено, и вы такие, ну что это тогда, говори быстро, Акилбаев, сейчас узнаем, но здесь брусчаточка такая классная, еще мне очень понравилось, я хотел бы отдельно отметить, вдоль набережной очень-очень много урн, поэтому я думаю, так чисто, вот на каждом шагу, это Рыбинский государственный историко-архитектурный художественный музей-заповедник, вот он, вот так я же говорю, это здание непростое, оно очень-очень значимое место, музей-заповедник, музей-заповедник, музей-заповедник. Здравствуйте, здравствуйте, здрасьте, здрасьте, александр, вот и наши стрельцы, ребята, здесь целая экскурсия. Здесь проходит не только экскурсия, здесь целая фотосессия намечается, вот они, наши стрельцы вновь принимают гостей, не моргаем. Фотографа заказывали? Я говорю, фотографа заказывали, похоже. Так давайте я сфоткаю, встанете. КОНЕЦ КОНЕЦ